Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Как вообще сформировать меню? Если мы движемся с вами от классического варианта, вот у нас есть демо пример, горизонтальное меню, как правило там главное, каталог, возможно блок, о нас, как оплатить, контакты и так далее. Выведем сейчас менюшку и сразу же вот это меню. Что это за меню? Это у нас сразу идут категории товаров. Это можно не выводить, можно выводить это на ваш, так сказать, вкус, как вы считаете, будет правильным для вашего сайта. Естественно, я это выведу и это как бы и меню является, да, и это на самом деле категория. Именно вот эти штуки, вот. То, что вот это у нас всплывает, это уже мега меню, это будем разбирать в следующих видео. Для начала перейдем в страницы, убедимся, что у нас есть вот хоть какие-то здесь менюшки. Давайте набросаем пока что тестовых статей, тестовых страниц. Допустим, о нас, опубликовать. Следующая страница доставка, ну и хватит. Вы можете добавить столько, сколько вам нужно. Дальше я в интернет-магазине WooCommerce добавил несколько категорий. Их надо сначала создать, если вы здесь не создали. Создал несколько категорий, несколько товаров я добавил. Чтобы мы могли вывести это уже в меню. Чтобы это появилось вот здесь в меню, понятное дело, что мы сначала идем в внешний вид меню. Можно, конечно, было поставить птичку, чтобы автоматически добавлялись пункты, но я этого не сделал, потому что я хочу здесь этим управлять. У нас доставка магазин или это будет каталог. Дальше о нас добавляем сюда. Магазин сделаем вторым пунктом меню. И нажмем сохранить. У нас здесь, естественно, меню не появится, так как и главное не появилось. Мы с вами смотрим Woodward, наводим мышь. И вот здесь вот есть, видите, конструктор шапки. Нажимаем сюда. У нас по умолчанию уже есть шапка. Здесь мы создадим в следующих видео еще шапки, чтобы посмотреть, как с этим можно работать. Здесь мы просто нажимаем вот редактировать. Есть три точки дублировать. Здесь сейчас более детально я не буду останавливаться, потому что здесь много информации. И я, как я уже сказал, буду разбивать это на несколько видео. Сейчас нам нужно определиться. Смотрите, у нас есть тестовый логотип. Мы сразу видим вот здесь вот логотип. И, соответственно, центральная часть, вот здесь вот, да, мы можем отдать ее под меню. Вот здесь она как раз не задана. И мы видим посередине плюс. Нажимаем на этот плюс. И у нас есть ряд, так сказать, виджетов, которые мы можем вытянуть, взять, чтобы отобразить. Вот у нас есть прям по-русски написано меню. Выбираем меню. Появляется окно. Так как шаблон не знает, какое меню мы хотим вывести, а у нас может быть несколько меню, поэтому мы выбираем. Так как у нас создано только одно меню, поэтому здесь оно только одно и высвечивается. Мы выбираем майн меню и нажимаем сохранить. И нажмем еще вот здесь сохранить хедер. Если мы обновим сайт, то мы увидим уже с вами главную, магазин, доставка у нас. Основное меню вот здесь у нас выводится. Если мы посмотрим на демо пример, то у нас вот где логотип, вот здесь область отдана поиску. Я в принципе хочу придерживаться вот этого макета. Мы можем просто зажать мышкой вот так вот и перенести сюда. Здесь у нас потом будет поиск. Смотрим вот сюда. Теперь мы хотим вывести вот такие вот категории здесь сбоку. У нас есть тут некое главное меню. Навозим на него мышь. По корзинке вот так вот можем удалить. По плюсу ищем виджет категории. Вот он категории. Выбираем его здесь. Опять же выбрать меню. И вот что я немножко пропустил, здесь как раз таки надо было категории как раз и добавить. Немножко здесь я поторопился. Давайте здесь сохраним. То есть мы возвращаемся сначала в меню. Возвращаемся в меню. Создаем новое меню для категорий. То есть нажимаем здесь создать новое меню. Как-то для себя называем его категории. И нажимаем создать меню. То есть это уже второе наше будет меню. И здесь вы можете не увидеть, допустим, этих категорий. Здесь мы наводим мышь настройки экрана. И здесь куча моментов, которые мы можем вывести сюда вниз для взаимодействия. Находим здесь вот категории товаров. Видите, птички нет. Нажимаем птичку, закрываем это окно. Появляется вот здесь вот вкладка категории товаров. И у меня всего три категории. У вас может быть больше. Добавляю в эту категорию. И если нужно порядок поменять, мышкой перетаскиваем. Не забываем нажать на кнопку сохранить изменения. Вот только после этого действия мы идем в конструктор шапки. Заходим по карандашику в категории. И вот здесь у нас теперь, видите, появляется пункт категории. Здесь можно задать свой собственный список. И пока что сохранимся. И еще раз сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Вот у нас теперь появляется вот такой вот список категории товаров. Вот этот текст можете менять на свои. И вот они уже как пункты меню. Если я сюда нажму, я буду попадать в категории, где у меня уже есть несколько товаров. Как сделать так, чтобы этот список всегда был несворачиваемый, как на демо-сайте. У нас надо навести мышь, чтобы увидеть это все. Мы с вами возвращаемся к странице. Мы с вами уже это проходили. Главное. То есть это делается только для главной. На других страницах обычно этот пункт свернутый. И вот обращаемся к этим опциям. Мы с вами касались их уже. Хедер. Вот видите, открыть меню. Как раз нам показывает. У нас выключено. Просто включаем, чтобы оно всегда было открыто. И нажимаем обновить страницу. Идем на сайт. Обновляем. Вы видите, что пункты теперь всегда развернуты. Вот у нас уже часть менюшек с вами выведена на сайт. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. То есть никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok